Каждый день путь водителя маршрутного такси Дмитрия Яичкина лежит от заводского шоссе до санатория Самарский. Протяженность не самая большая, оценивает Дмитрий, но на любом маршруте пренебрегать санитарными нормами нельзя, особенно в разгар пандемии. При себе у водителя всегда защитные маски и дезинфицирующие салфетки. На конечной остановке обязательная обработка тех мест в салоне, к которым прикасаются пассажиры. Мы проходим, у нас есть в машине наборы, санитайзеры, мы обрабатываем поручи и места контактов рук пассажиров. С особой тщательностью салон обрабатывают до и после рабочего дня. Допускаются только растворы, одобренные Роспотребнадзором. В их составе нет вредных для здоровья веществ, при этом для вирусов и бактерий, а не настоящая угроза. В условиях непростой эпидобстановки компаниям-перевозчикам пришлось взять на себя безопасность своих пассажиров. Для водителя закупаем маски, перчатки, влажные салфетки. Также держим в автобусах всегда запас, чтобы пассажиры в случае, если у него нет своих средств защиты, водитель также мог выдать. Расходы, конечно, как организация мы несем, но, как говорится, главное – здоровье и безопасность пассажиров, которых мы перевозим. На площадке на улице Авроры организована обработка салонов. Ее проходит каждая машина, начиная с четырех утра. Параллельно у водителя медосмотр, а механик проверяет транспортное средство перед сменой. Санитарные нормы для работы перевозчиков, рекомендованные городским оперштабом, сегодня на особом контроле администрации города. В ежедневном режиме они тоже информируют о том, что проведена обработка подвижного состава, ну и плюс вот такие вот выезды мы практикуем, чтобы посмотреть, на самом деле это производится, такие мероприятия. Это касается всех видов и автобусов, и трамваев, и троллейбусов, и маршрутных такси. И в сложившихся условиях эта мера как никогда актуальная, потому что все мы знаем ту статистику, которая нас не радует. Усиленные меры в городе будут сохраняться до изменения эпидемической ситуации и решения оперативного штаба по их снятию.